Сегодня у нас 10 марта. У нас на панельке 75 человек. Большая просьба, если слышно, поставьте плюсик. Отлично. Значит, смотрите, сегодня ночью мы переехали на хостинг. Я краткую сегодня информацию скажу. На американский хостинг перенесли все кабинеты. Сделали сегодня две основные выплаты. По майнингу сделали выплаты, но в перфектах, естественно. Значит, деньги не пришли небольшой группе людей, те, кто в майнинге не открыли кошелек в перфектах. Я прошу всех, кто после планерки увидит эту информацию, откройте, пожалуйста, кошельки. И через поддержку в ручном режиме все это будет пересчитано и уже включим для выплат в штатном режиме по майнингу. Все. Вот эту штуку мы выровняли. Значит, там в небольшой группе людей не было выплат за два дня. Значит, это через поддержку будет включено. Все. И майнинг полностью выравнивается. То есть, по майнингу вообще нет за ничего. Все. По майнингу выравнивание идет. Значит, по поводу чата, янтарь, кредит. Чисто техническая планерка. Значит, с того чата там остаются люди. Там даже есть посторонние люди, просто любопытные. Значит, сегодня заканчивается переход. Вот. Вечером просто чат этот будет закрыт. Значит, в обоих чатах есть лидеры. Поддержка. Не проблема. Можно обратиться за вопросом. Если какой-либо технический вопрос непонятен, можно будет растолкование получить. Далее. Значит, по янтарю кредит. По янтарю кредит сегодня ночью мы поставили на выплату блоками по 50 счетов. То есть, по 50 человек. Вполне возможно, что чисто технически, если там на каждый блок по 2-3 человека, если выплата не пришла. Вот. Обращайтесь в поддержку. Поддержка сейчас уже более-менее начинает реагировать достаточно быстро. Просто сообщите нам. Сейчас по янтарю будем ежедневно платить пока небольшие суммы в тестовом режиме для того, чтобы мы видели, что вся система заработала. Сейчас это самое главное. Все. То есть, перфекция, система заработала. Так. Вот эти тресные и технические вопросы. Значит, я за поддержку сейчас ни на один вопрос отвечать не буду. Вот. Это не моя обязанность. У нас есть разделение труда. Вот. Каждый за это получает свои деньги и отрабатывает свое время. Значит, по поводу общения по спонсорской цепочке. Значит, со всеми верхними спонсорами я в прямом телефонном режиме. Вот. Если технические вопросы, задавайте, пожалуйста, там технические вопросы. Значит, что касается слаженности. Ну, слаженность у нас, я думаю, в течение дней 10, полная система выйдет на тот крейсерский режим, который у нас был при старте. Все. В принципе, сейчас после планерки будет общение с верхними лидерами в скайп-режиме о слаживании системы. Ну, все. Не очень много. Сейчас вопрос. Да, по поводу обращения. Значит, смотрите, когда вы пишете обращение в планерку, обязательно ставьте свой ID в системе. Тот, который сейчас действует в майнинге. Ставьте свой ID и в скобочках старый ID ставьте. То есть, моментально будет находиться информация. Значит, по некоторым счетчикам, значит, хочу сказать следующую информацию. Да, еще два момента таких. Значит, мы обратно с блокчейна делали переконвертацию биткоинов на перфекты. Вот, если, допустим, кто просто внес, это, к примеру, 100 долларов, и они перешли на биткоин, потом обратно вернулись, и сумма оказалась меньше, то эта сумма будет выровнена до 100 долларов. Здесь беспокойства не может быть. Просто об этом надо сообщить информацию. У нас эта информация отражается. То есть, в подавляющей большинстве система работает, но есть счетчики, допустим, у кого-то счетчик нулевой. Почему такое происходит? Значит, деньги есть в системе, счетчик нулевой. Это примерно как вот если в машине или на мотоцикле есть метр, но трос, ведущий к спидометру, от мотора не прикручен. Вот, нужно в ручном режиме посмотреть и вмешаться. Пожалуйста, об этой информации тоже заобщайте. Сейчас, в принципе, вот чисто технические вопросы, слаживание, я так предполагаю себе, до 20-х чисел уже подавляющее большинство выравнивает в системе. А, кстати, мне сегодня сказали новость, не знаю, сколько она серьезная. Вот, я не проверял, что, как правило, люди, которые в нашем проекте участвуют, они и в других проектах там, что грохнулась пирамида партнер. Так что, ребят, ничего страшного, сейчас у нас с лидерами его совещания, у нас уже, мы переходим на акционерную систему. Вот, у нас в системе будет достаточно заметный процент акций по программе Феникс, так что приходите, ждем сумму тела, как можно, при условии, если будет скриншот кабинета. Значит, можно ли тело оставлять в биткоинах? В принципе, да, у нас идет наполнение двойное в биткоинах и в перфектах. Можно, я даже больше рекомендую, мы большую часть активов держим в биткоинах. Почему? Биткоин будет подниматься в два раза, вот, нам это выгодно. Значит, по поводу криптовалюты эфириум, значит, это та криптовалюта, на которую мы в ближайшем будущем перейдем. Там уже дописывается блокчейн именно для эфириума, который не будет иметь тех недостатков. Даже те люди, которые сейчас в записи ведут эту планерку по поводу работы с блокчейном, я, значит, хочу сказать следующее. Ребят, не важно, конкурирующие у вас проекты, не конкурирующие, вопрос в том, что, значит, чисто технически, если хоть кто-либо в системе у вас напишет неправильно кошелек, адрес, то вот, когда вы будете делать сброс на несколько тысяч человек, система блокчейн будет блокировать такой перевод средств. Вот это недостаток блокчейна на сегодняшний день. То, с чем мы столкнулись, то, из-за чего мы практически потеряли три недели. Вот, и блокчейн об этом не сообщает. То есть она таким образом подключает систему на себя, вот, для того, чтобы получить нового клиента, система блокчейн, но об этом не сообщает. Недостаток этой системы, я не знаю. Вот, это имеет отношение к системе безопасности. Вот, это не мое мнение, значит, то, с чем мы столкнулись. Почему перфект стартовый перфект? Ну, в этом отношении перфект эти платежи и те, которые не проходят в неврочном режиме. Значит, по поводу вопроса, что вы пишете в чате, от имени всей системы, даже не реагируют на эти вопросы. Я, конечно, скопирую эти вопросы и передам поддержку. Когда человек заходит в чат, он пишет лично от себя. А, значит, все вопросы, которые сейчас будут без ID, ни одного вопроса не попадет в поддержку. Вот и все. То есть, нет вопроса ID, значит, вопрос будет стерт. Если вы, то реальное лицо, значит, вы полностью вставите номер ID и обращаетесь в поддержку, записывая снова ваш вопрос. У нас нет чата поддержки. У нас есть персональное обращение через форму на сайте. У нас есть персональное обращение через форму на сайте. Так, сейчас скопирую вопросы с ID, без ID вопросы в удаляции сразу. У нас есть персональное обращение через форму на сайте. У нас есть персональное обращение через форму на сайте. Так, сейчас не работаю. Я, конечно, не voyez. Можно знать, не знаю. Спасибо. Что я решу? А на юг? Хорошо. Кстати, я понимаю, что это происходит. И если мы решаем, я расскажу над нас оформулируемочным вопросом. Хорошо. Потому что здесь происходит с таким образом, 그러니까 reporter здополиемка. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...